Всем привет! Почему название ролика выглядит так странноватенько, я расскажу вам чуточку попозже. А сейчас давайте поговорим о таких забавных вещах, как декоративные световые фонарики на солнечных элементах. Это игрушка, забава или может быть даже украшение дачи или коттеджа, наверняка всем знакомы. Дело в том, что иногда хочется сделать такую же вещь самому, своими руками. Дома завалялась солнечная панелька, есть старый аккумулятор или какая-нибудь батарейка от игрушки аккумуляторная. Есть вот такие даже брутальные панели. И хочется сделать что-нибудь самому. Разумеется, можно купить или найти или взять кучу талей, спаять их на плату, изобразить какую-нибудь крутую брутальную схему, впаять в нее два светодиодика, навести ладонь. Светодиодик один засветился, другой не засветился. И все было бы круто, интересно, но сложно. На мой взгляд, сложно. Ведь совсем недавно я показывал, что с помощью всего лишь одной детали, которую я обозвал четырехногим транзистором, панельки от калькулятора и батарейки, можно сделать как раз точно такое же устройство. Заметьте, такая плата выглядит гораздо проще, да и не выглядит, она действительно гораздо проще. Тут всего лишь одна деталь. Ссылку на ролик про эту деталь смотрите в описании к этому ролику. И один вот такой вот дроссель. Я извиняюсь, раньше его назвал резистором, но не знал, извините. Вот эта штука, ее можно спаять, она, конечно, гораздо проще. Тут есть светодиод, есть вот этот вот дроссель и есть микросхемка. И она как раз и является схемой садового фонаря. Я затеняю панельку и вместо того, чтобы днем заряжать вот эту вот батареечку или аккумулятор, вот эта панель дает команду светиться вот этому светодиоду. Тоже просто, да, здорово. Ну а вдруг у вас нет такой детальки? Деталька шикарная, мне она понравилась. Но нельзя ли эту схему упростить? Как думаете? Схема-то и так состоит всего из ничего. Батарейка, панелька, светодиод, махонькая микросхемка и дроссель. А давайте упростим. Ну обожаю я упрощать такие вещи. Не верите? Смотрите. Есть у нас панельки вот такие. Конечно, маленький садовой фонарик лучше делать не на вот таких здоровых панелях, а на каких-нибудь маленьких, типа калькуляторной. Но для того, чтобы просто было собирать и каждый смог это сделать, все-таки лучше использовать не вот такую панельечку, а вот такую. Дело в том, что она напрямую может запитывать светодиоды или заряжать старые аккумуляторы от игрушечек. Ее напряжение на выходе в среднем до 4 вольт доходит. Итак, куда уж проще упростить. А вот смотрите как. От чего мы не можем отказаться? Мы не можем отказаться от аккумулятора, от проводов и солнечной панели. Ну и разумеется, раз у нас фонарь, значит будут светиться светодиоды. Можно даже вот такую матрицу запитать. Ну или запитать хотя бы вот парочку небольших светодиодов, такие как впаяны в эту плату. Выпаиваем их из платы и монтируем по вот такой схеме. Смотрите и восхищайтесь. Сам горжусь. Тут лишнего нет. Что здесь? Солнечная панель. Она же солнечная батарея. Кстати говоря, если кто-нибудь подскажет мне, как правильно обозначать солнечные батареи, буду очень признателен. Дайте мне ссылку. Тут я нарисовал солнышко, которое светит на солнечную панель. Тут наш аккумулятор от игрушки. А вот тут два вот так вот странно расположенных диода. Возле одного из них я нарисовал Луну. Почему? А потому что он светится ночью. Не верите? Да светится. Можете отскриншотить вот эту вот схемку. Я вам все равно ее еще раз покажу. А я запущу и покажу вам все это, как говорят, в железе. Итак, ребята, перед вами мой шедевр. Ничего лишнего. Я убрал все, оставив только провода, батарейку от старой детской игрушки и солнечную панельку. Здесь у меня два светодиода. Один из которых это ночной фонарик или ночничок. А второй, даже два, вместо того, чтобы паять всего лишь один, я прибахал два. Зачем? А второй мне показывает индикацию заряда солнечной батареи вот этой батареи. Смотрите, какая крутая схема получилась. То есть я буду не только ночью освещать себе что-нибудь, а еще буду видеть, заряжается моя батарея или нет. Ну, хватит болтать. Смотрите, я накрываю ладошкой солнечную панель и светодиодик светится. На кухне у меня на столе небольшие сумерки. Поэтому, чтобы процесс заряда пошел, хотя его внимательные зрители уже наверняка увидели. Вот он, чуть-чуть красный. Я сейчас изображу солнышко с помощью моего любимого подводного фонаря. Итак, я освещаю солнечную панель. И красный светодиод очень даже ярко показывает нам, что сейчас солнечная панель заряжает вот эту старую аккумуляторную батарею. Убираем солнышко в сторону. Сейчас у нас сумерки. Идет слабенький-слабенький заряд этой батареи, потому что сейчас ток и освещение маленькое. Но как только наступит ночь, изображаем ночь, у нас светится красивый ночной фонарик. Согласитесь, что собрать вот такую схему из минимума деталей и получить вот такую интересную игрушку, которая реагирует на свет, при этом полностью функционально. Да, возможно, тут есть свои недочеты и нюансы. Но мы реализовали вот такой сложный агрегат, выкинув все лишнее. Я даже не использовал свою любимую микросхемку. И ведь все работает. Ночью светится ночной диод, а днем заряжается батарея и индикатор показывает, что идет заряд. Кстати говоря, когда батарея зарядится достаточно сильно, индикатор погаснет. Все сделано, как в настоящих электронных схемах профессионалов или тех схемах, которые вы можете покупать на Алибабе или еще в каких-нибудь электронных магазинах. Итак, по-моему, неплохо получилось. Ну и как я обещал, вернемся к названию ролика. Дело в том, что это не мое название. Я на такой слоган повелся и посмотрел. Это был канал Касьяна. Ничего не хочу сказать плохого о нем и его канале. Да, надо уметь покупать детали. Да, надо уметь мотать катушки и паять паяльником. Но, ребята, я понимаю, мы здесь занимаемся не серьезной наукой. Мы делаем простые и доступные дома, в быту и в образовании вещи. Вот такую схему соберет школьник или детсадовец. Или его папа, в конце концов, на кухонном столе. А купить кучу деталей, разместить их на плате. Конечно, я понимаю. Там канал заточен на то, чтобы продавать. Там есть продажные ссылки. Но, ребята, даже если вы продаете и делаете рекламу всяким товаром. Но делайте что-нибудь простенькое для людей. Чтобы люди, намаявшись с паяльником и плюнув, в конце концов, не сказали. Да, блин, ничего не получается, потому что слишком сложная схема. А ведь все можно сделать гораздо проще. Ну, а на этом все. Пока. По-моему, штука получилась хорошая. Сделать такую штуку вы, естественно, можете дома. Без особого труда. И порадовать себя и своих близких. И кое-чему научить своих детей. До свидания. Всем хорошего настроения.